друзья всем привет сейчас у меня дежавю такое выносим опять вещи из комнаты как летом отсюда выезжали также приходится сейчас вот брать и перетаскивать все играем в пятнашки у нас кстати продолжается ремонт так долго ждали этого ремонта в комментариях мы читали ваш комментарий когда продолжите ремонт вот сегодня мы его и продолжим погнали а вот и телевизор нашел себя в пристройке комната отдыха здесь да можно жить раскладуха сюда делик столик тепло так ну вот часть стены часть комнаты мы освободили от вещей света уже накрывает до кровать сейчас здесь будет стружка лететь потому что необходимо будет ровнять пол некоторых местах кто помнит у нас деревянные доски клали мы летом пол короче из досок у нас вот если видно здесь вот где порвана доска ну и доски некоторые скрутила они когда подсохли ламинат вот в этих местах прям вот так вот спучила его сейчас буду снимать часть ламината и первая линия пошла прям вот от этого угла первую линию положу дальше посмотрим как состыковка будет уже и может быть рубанком опять же будем проходить но класть до классе уже будем по-другому сейчас увидите как то есть не так как ламинат лежит вдоль досок это была ошибка большая конечно потом уже в комментариях люди написали что надо было по-другому вам положить то есть в сторону туда поперек досок так бы меньше заломов было ну было уже поздно половина пола разобрали чуть меньше половин пол но наша задача сегодня наверное даже больше немножко сделать потому что плиты пойдут сейчас вот таким образом вот таким вот так они будут укладываться меньше заломов доски туда идут плита туда здесь уже идут эти вот пазы бесшовные это плиты от компании квейкдэк плюс они 16 миллиметров толщиной под чистовую отделку сразу можно ложить хоть на доски хоть на песок хоть на щебень видео кстати на канале есть уже про них я подробно уже рассказывал про эти плиты у них очень много разновидностей по декору и по они и черновые и чистовые вот как у нас из под финиш очень удобно можно без помощи каких-то специалистов вот таких как мы со светой быстро положить закрепить они на клей садятся и все и уже пользоваться сразу и конечно же здесь все неровно по крайней мере здесь вот это не нет стены относительно ровно здесь угол зашивался во первых здесь же сруб здесь выступы были бы помнишь у сруба имеют вот так вот соединяли вот уэсби плиты здесь то есть они плавно уходили вот так вот здесь не неровный угол он такой полукруглый поэтому приходится делать полукруглый отсюда на над пола где-то отсюда также подрезать эту плиту сейчас будем так как у нас здесь вообще не ровные стены да и пол приходится пока подкладывать все а потом уже будем сажать на клей по стенам вот по стенам я обрезаю в некоторых местах потому что стена уэсби вот так вот зашита она к сожалению ну еще сейчас вот это вот плита ляжет допустим да а вот сюда уже не хватает придется обрезок делать никуда не денешься на самом деле это хорошо когда здесь обрезок сделал здесь обрезок сделал обрезанную часть большой уже она сначала пойдет но это как ламинат кладется да да и мне нравится что я не вижу пока перепада вот здесь никакого в принципе не вижу даже вот не склеенная до доска плита вот это не склеена уже другой вид у комнаты она обретает ширину больше это водостойкий клей специальный тоже идет к этим плитам quick deck d4 версия вот в пазы вот эти наносится и скрепляется и вода не попадает туда никакая потому что он водостойкий так вот так все здесь у меня из подпыл выходит провод все можно теперь на саморезы вот здесь сейчас проходится и дальше летом будем еще делать забор но здесь вот полисадники передом и скорее всего штакетник мы уж точно теперь делать не будем даже какой-нибудь из профлиста высокий забор по ста метра на два да я подтверждаю эту информацию потому что буквально вчера был инцидент еще я вспоминаю комментарий одного подписчика нашего сколько лет живу в деревне не на огород не на двор камеру видеонаблюдения не устанавливал ну да может вы не публичный человек но не снимаете на камеру у вас нет подписчиков наши случаи это уже не первый вчера буквально ночью от какой-то дебошир повис на нашем заборе на калитку долбился кричал света пошла у кур выключать свет включила придворовую территорию и вот на этот свет он пришел сюда и начал про какой-то дефолт разговаривать он на улице сначала я услышал просто кто-то орет там матом и какой-то непонятной лексикой пока ходил у кур выключала свет там в 12 часов и получается он дошел до наших ворот и пришлось уже позвать женю потому что он стал залезать на калитку и дергать ручку ну мы это засняли все правда камеру телефон это не формат ютуба все это дело мы выложим в телеграм-канал основной телеграм-канал ссылку на телеграм-канал я прям закреплю закреплю в комментариях наверху там будет огонечки такие телеграм-канал переходите подписывайтесь все подробности там как мы избавились от него с помощью кого как все это было несколько часов у нас это отняло ото сна конечно и вот такие случаи периодически бывают и мужа жене вчера ночи подумали о том что наверное мы не будем делать штакетник все таки так сделал забор к тому же здесь из окна но сейчас на улице уже темно не видно но тут из окна все равно не видно палисадник даже если там за цветами следить ухаживать и снаружи тоже особо не в общем мы не выспались этой ночью что уговорить правда ну что одну полосу положили мы светлычок как удобно феном опять же подписчики спасибо большое но не додумались но вот фен применить прошлый раз там на клею клей растапливается вот вторую начал уже полосу здесь да сейчас надо правда убраться вот света до убирает эти наклеечки и здесь очень много мусора его надо убрать потому что мы на клей сажаем все-таки это дело видите сколько здесь пыли вот этой струсчатой мусора немало и как раз кстати хотели поделиться с вами новой покупкой такой компактный красивый мощный пылесос мы приобрели со светой я прочитал очень много отзывов про него посмотрели мы блогеров тоже что они пользуются такими пылесосами и мы решили вот тоже на marketplace и заказать это пылесос red road 17 light версия они идут в двух версиях ну вот про light могу немножко рассказать у него он на аккумуляторной батарее у нас ем на 4000 ампер часов на час хватает здесь три режима эко режим я уже зарядила на сто процентов потом идет мед режим и последний режим это вот turbo turbo это мощность всасывания увеличивается что удобно у него идет два кольцевых нейрофильтра которые можно снимать и спокойно очищать либо помыть их можно потом также аккуратно можно поставить нижняя часть у него это вот емкость куда поступает весь мусор открывается легко крышка здесь есть даже такая маленькая кисточка представляете как удобно мусор здесь можно так вот убрать вот здесь все по краям убрал все спихнул закрыл и работаешь дальше поставим на зарядку заряжается полная зарядка 4 часа данный пылесос к нему идет еще щетка такая щетка вообще крутая она оснащена двумя ворсистыми ворсистыми роликами которые вращаются друг на на встречу друг другу чем сам они как забирают и сзади так и спереди весь мусор то есть увеличивается уборка на 400 процентов также эта щетка вращается на 360 градусов мы сейчас все продемонстрируем а также эта щетка подсвечивается можно убирать темно тем можно убирать в темноте здесь кнопка я здесь снимаются эти ролики посмотрите вот так вот прям легко их также можно очистить очень быстро раз поставил и все соберем раз собирается вообще легко поставил пазы пылесос собран так где тут где тут у нас пазы вот и два все пылесос собран но это еще не все друзья это еще не все вот в лайт версии еще идет такая штуковина это вот мы вместе с вами сходим моему автомобилю потому что когда снимаешь вот эту вот трубку у пылесоса и одеваешь вот эту трубку короткую то доступ увеличивается во все щели можно пылесосить плюс вот эта штука она тоже подсвечивается поэтому я говорю что в машине теперь спокойно можно будет от пылесосить все что угодно и все увидеть чуть позже я покажу как она работает а сейчас пока мы проверим в деле вот этот самый пылесос сразу скажу что и он не моющий его на влажном полу нельзя использовать а также нельзя использовать на ворсистых поверхностях ну такие длинные ворсистые ковры и еще в комплекте тут все в таких коробках компактных сейчас покажу есть вот такая вот штука молодцы китайцы вообще придумали крепится куда-нибудь к стене кронштейн он резиновый видите и пылесос благополучно можно оставить к стене поставить его то есть это то есть стационарное место найти для него спокойно да как то вот это получается вот аккумулятор на батарее здесь двойной скотч на стену и все нашли место ему куда где-нибудь в углу и он у вас стоит желательно если где-то он там у вас стационарно стоит что была розетка рядом вот зарядное устройство штекер воткнул и он заряжается где-то 4 себя проходит сто процентов а заряда что еще из характеристик здесь мощность всасывания 26500 паскалей это немало особенно в турбо режиме давайте посмотрим теперь как он в деле себя ведет я выключу один светильник чтобы видно было как он подсвечивает и я буду работать сейчас сразу на турбо режиме вот здесь посмотрите сколько здесь мусора у нас накопилось до погнали слушайте но на турбо режиме звук практически очень очень слабый тихий по сравнению с нашим строительным пылесосом это земля и небо ну строительный пылесос у него еще один минус есть на него надо мешки покупать они стоят 400 рублей одноразовые вот эти а сюда ничего не надо покупать мне кажется дороже даже давай продемонстрируем как он работает он же 360 градусов крутится да давай по сами проверим тоже как он это выполняет слушай но это ручной пылесос робот-пылесос ручной робот-пылесос и можно залезть куда угодно и от пылесоса все что угодно мне понравилось то что он справляется со своей задачей как я сказал что мокрые полы нельзя и ворсистые нельзя а вот такие вот полы как сейчас которым мы стелим просто идеальный вариант а теперь давай посмотрим как собирается мусора да вот я сейчас буду пылесосить вот здесь вот покажи как он здесь начинает собираться я правильно понимаю здесь у строительного пылесоса очень сильно воздух выходит то есть ну как это правильно сказать ну выход воздуха да и вот очень пыль сильно поднимает и приходится этот пылесос он для больших площадей как бы вообще здесь строительных целей где воздух выходит да там здесь вот через фильтр выходит воздух здесь вот вот отсюда вот выходит вот здесь вентиляция происходит получается да да он фильтрует вот здесь через фильтр проходит и а сюда собирается смотри вы сколько мусора уже собралось крутой мне нравится что нету этого такого воздуха объемного который выходит пылит дальше смотрите как какой звук на эко режиме эко режим это самый лайтовый режим то есть вот все это его максимальный звук подсветка всегда автоматически всегда до подсветка здесь у тебя показывается сколько сколько осталось заряда вот здесь показывается вот включаешь на какое-то время он показывает 89 процентов осталось ну соответственно если ты работаешь на эко режиме ты увеличиваешь срок службы его да а если на turbo то уменьшается мне очень нравится что он на аккумуляторах и что у него нет проводов не нужно искать розетки и ты теперь сможешь спокойно машину пылесосить занимает мало места но мы еще сейчас пройдем к машине и заснимем там же тоже с подсветкой эта штука палочка в темноте там под ногами всегда темного машина в общем кто заинтересовался данным пылесосом оставляю все ссылки на marketplace может вы заинтересуетесь не light версии как у нас а там есть еще другая версия red road 17 он более усовершенствованный и у него больше аксессуаров переходите по ссылке в описании закрепляем ссылочку как обычно под видео совершенно рука не устает как бы это плюс и плюс то что он маневренный действительно там 360 вот эти вот градусов они работают это большой плюс мне нравится мы в машине и у нас собой пылесос и его часть которая подсвечивает сейчас покажу смотрите о а ведь теперь не надо вытягивать шнур 220 и обычный пылесос подключать потому что с этим я любые щели здесь пропылесошу на самом деле очень удобно ничего не мешает но это я продемонстрировал сейчас я не собираюсь в машине убираться это когда когда я делаю генеральную уборку я беру с собой и пылесос и моющие средства в общем всю машину обслуживаю при том что у нас собаки и часто ездят салоне вот сиденье очень актуально пылесосить туда смотри полицы день его тоже убирает видишь да да сыграет мусор шерсть я даже не догадался что еще можно здесь пропылесосить вот эту шерсть всю собачьи классно классно отлично пойдем дальше делать пол продолжаем наш ремонт на так как у нас место в этой комнате ограничено а кровать очень большая метр девяносто на два пришлось вот такие вот колобахи подложить сюда что пламината вытащить и дальше уже класть плиты сейчас посмотрим как пойдет видите вот уже она пойдет под кровать плита дальше мы планируем наверное как-то уже двигать это все дело потому что под кроватью плиты соответственно не положить будет куда-нибудь придумаем сюда в эту сторону или в ту кладем следующий ряд сегодня да вот задача вот этот ряд выложить проще укладывать конечно конечно проще под кровать бутылка не залезла пришлось перчаток туда наносить клей но вроде нанес такие условия конечно не очень был бы пол чистые ровные без мебели без всего здесь я думаю часа за два мы с тобой бы покрыли бы так как у нас вещи некуда девать приходится вот так вот все это наносить еще вспомнила как летом у нас эта кровать в машине стояла помнишь мы матрас выносили в машину прятали да когда варили здесь чтобы сварка не не пахла сейчас зимой не вынесешь реально не никуда раза три на хорошо машина большая но гаража то тоже нет в общем машина выносили ездили с кроватью в машине что только не было состыковка я поднимаю ты кладешь на плиты давай посередине еще дальше все стоп достаточно все сейчас дальше уже положу плиту и можно будет даже снимать все эти бруски уже крайние у нас остается плита сейчас я замеряю здесь надо ее резать 58 с половиной можно говорить друг другом и слышно да ой-ой-ой-ой клей короче тут размазал покажи не пол делает покажу петуни некоторые которые 10 всего было горошин так скажем вот они одиночно были посеяны в принципе хорошо зашли а вот эти они под вытянулись я даже думаю может быть сейчас пол доделаем может быть через неделю когда поставим стеллаж возможно и пересажу что я не всю пачку использовала немножечко досажу пока на окошке вот так вот стоят пока вот без подсветки два ряда застелили это больше чем половина комнаты получилось света снимает сейчас наклейки вот эти у второго ряда и будем проходить герметиком уже на незначительных щелях где перепады есть потому что все таки пол как я говорил неровный перепады кое-какие есть но незначительные не такие как у ламината вот и там получается еще два ряда надо будет положить полтора где-то ряда придется подпиливать и пол будет готов ну пол сразу скажу что крепче стал в два раза крепче он стал конечно и теплее в комнате все-таки толщина листа 16 миллиметров дает свое тепло время у нас 10 час уже мы все-таки решили закончить сегодня сейчас плентуса докручиваю разделились так быстрее работа идет у нас же не показал как пользоваться пистолетом до это называется до света наносит декорированный герметик водостойки незначительные щели ну да сделаем все это красиво чтобы долговечно все что делается своими руками всегда нам со свет и нравится а как вам данный пол пишите в комментариях свои мнения мы его часть пола сделали 24 часа даем ему просохнуть и дальше уже можно ставить на него мебель а сейчас надо убраться и поужинать это следующий день с утра сегодня все начиналось сильного ветра потом большой снегопад был сейчас дождь снова снегопад дождь и вот так вот переменчиво все я работаю сейчас немножко на улице начинал я еще позавчера это делать решил сделать капот из старой лопаты для снегоуборщика так как снег попадает на двигатель и прыгают обороты это один из недостатков у всех снегоуборщиков у которых нету какой-то защиты ну решил сделать вот так это я посмотрел у одного блогера в интернете спасибо ему огромное за такую идею у нас была старая лопата я его здесь зашил перфолентой она была треснута вот до сюда соответственно все она висит на весу не дотрагивается до двигателя ничего очень удобно взял откинул доступ к двигателю заправил и все дела единственное что единственное я должен мы же еще резину купили такую листовую резину я хочу по краям еще резиной вот так вот заштамповать готова все уже можно работать двигатель да он нагревается лопата не будет плавится уже проверено то есть я посмотрел человек не просто так он уже потом отчет скидывал что с лопатой все в порядке главное чтобы она была на весу эти тросики они как я уже сказал держит все очень удобно с лопатой вообще классно придумано и у него даже дизайн появился обтекаемый так вот с этой стороны покажу еще разочек вот вот так он защищен даже видно что здесь снега немного до нападала а здесь на двигатель и вообще минимально но я говорил уже резину по краям и все снег я пока не собираюсь сейчас убирать потому что валит валит мокрый буду смысла нету тем кто досмотрел и впервые попал на наш канал досмотрел до конца значит вам понравилось пожалуйста подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик так вы будете уведомлены о поступлении на нашем канале нового видео но на сегодня все ну и ладушки а Продолжение следует... Продолжение следует...